Сейчас вы увидите видео, которое вызовет определенный резонанс и повлечет за собой непредсказуемые последствия. Господин Волчков Иван Васильевич, житель города Северодонецка, депутат Северодонецкого городского совета от партии регионов. Так? Правильно я говорю? Правильно. Значит, пропал у нас 21-го десятого, да? Так? 21-го десятого. Находился где? В батальоне Айдар. Что там делал? Занимался хозяйственной деятельностью. Ну, волонтером или кем? Волонтером. Значит, поэтому... Материал касается организованной группы лиц, осуществлявшей свою деятельность на территории Луганской области, в которую входят или входили такие персонажи, как председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль, мэр оккупированного Александровска и по совместительству офицер ВСУ Николай Греков. Вот мы нашли человека, привели его, передали в руки правосудия. То есть у него нет батальона Айдар никаких претензий. И я надеюсь, что случаев там, что кто-то пропадает в Луганской области... Нет, однозначно. Нет, однозначно. Ты уменьшаешь мою... Нет, не надо. Не может такого быть. Давайте сначала. Депутат Северодонецкого городского совета Сергей Самарский, а также солдат с позовным Роман Романович, который еще совсем недавно, месяц назад, занимал должность заместителя-председателя Запорожской ОГА. В 2014-м всех вышеперечисленных связывала зона АТО. Москаль руководил военной администрацией в Северодонецке, Грек числился его советником и в том числе служил для Москаля связующим звеном с Роман Романовичем, который, в свою очередь, руководил группой, сформированной из недисциплинированных военнослужащих батальона Айдар, которые были склонны проявлять доблесть подальше от передовой и выполняли в основном грязную работу в ТУ. Так, в августе группой Роман Романовича был похищен депутат Северодонецкого городского совета Иван Волчков и содержался в качестве заложника на военной базе в Половинкино до тех пор, пока близкий человек Волчкова Татьяна Белоус не привезла похитителям запрошенную сумму денег, то есть выкуп. Поставили в очень жесткие рамки. Какие, например, чуть конкретнее? Я должна была 10 тысяч найти в течение двух часов максимум. Кто были эти люди? Это были люди из батальона Айдар, но я этих людей не знаю, единственное, я слышала имя отчества Роман Романович. Так сошлись звезды, что спустя несколько месяцев, в октябре 2014, Товораченко получил команду сверху похитить Волчкова. Получилось, что второй раз. Но цель была уже не как раньше, просто получить вознаграждение, мотивы были уже политическими. Второй раз переговоры уже никакие, ни с кем не шли. Я думала, что как и в первый раз мне позвонят, какие-то требования мне выставлять. Ну, во-первых, когда они выбирали в первый раз. Вместе с Волчковым из Север-Донецка Роман Романович угнал еще два автомобиля. Это Volkswagen и Skoda. Общей стоимостью около 30 тысяч долларов. Волчкова отвезли в счастье, посадили в подвал. А похитители, несмотря на заявление в милицию об угоне авто, расселись по украденным машинам. И все время, пока Волчков находился в плену, беспрепятственно разъезжали по Север-Донецку и не только. Но это неудивительно, ведь бояться милицию с таким покровителем, это просто смешно. Я написала заявление в городе, в наш. Но мне сразу открыто сказали, что нет таких смелых людей, которые будут идти против батальона Айдар, потому что вы уже понимаете, что они вооруженные. Пока депутат находился в плену, кто-то подделал его подпись за отставку действующего на тот момент мэра Казакова. А также Роман Романович требовал от Волчкова дать ложные письменные показания на определенных людей, огульно их осудив в сепаратизме. И плюс они еще требовали, чтобы он подписал некоторые документы. Поэтому они его избивали, они дважды его расстреливать выводили. Плюс, собственноручно, написать заявление о сложении депутатских полномочий. Требования депутат не выполнял, за что ежедневно подвергался пыткам и издевательствам. В это время в Северодонецке областная власть делала все, чтобы полностью подчинить себе городской совет и мэра. А поскольку Волчков был депутатом с принципиальной позицией, его участие в процессе могло сорвать планы областного руководства по узурпации власти. В итоге, после того, как область добилась своего, и Волчков уже не мог повлиять на произошедшее, поступила команда освободить пленника, и чтобы никто не докопался до истинных мотивов похищения, было решено провести его освобождение публично, в присутствии карманных журналистов, чтобы те подали в СМИ только согласованную информацию о происходившем в кабинете председателя Луганской ОГА. Тогда, в 2014-м, практически все издания подали эту информацию однотипно. Вот такой текст, фотография с одного ракурса, где не видно разбитого лица депутата. Продолжение следует... Я взрывал господина Волчкова в терроризме, то есть в сепаратизме, прошу прощения. Заходи, бери тоже стольчик. Нет, может, не надо, я не звезда. Так, что давай, чтобы тебя народ... Ты у нас волонтер по розыску... По розыску... Особо опасных преступников, да. Значит, насколько я понимаю, вы подозревали его в сепаратизме, так? Нет, человек был волонтером, вот он приехал к вам, поэтому решите его дальнейшую судьбу, там, военкомат он захочет, может, он захочет дать какие-то показания. У него к нам вопросов нет никаких, я правильно говорю? И, ну, говорите, как есть, что ж. Вот вы сами написали, собственно, русский, что батальон Уайдар у вас нет никаких претензий, поэтому я думаю, что пусть его дальнейшую судьбу решают правоохранительные органы и органы СБУ. Значит, давайте так, чтобы мы поставили на этом деле точку, я говорю, это с того списка, которых мы могли... Мы всех нашли? Да, всех, все люди... Всех? Никого у вас в машине? Нет, не было никого. У нас только добровольные люди бывают волонтерами. Да, пришли и добровольцы пришли в администрацию. Вы принимали участь в референдуме? Нет. Не принимали. Я прошу службу безопасности проверить... Сколько вам лет? 37. 37. Вы считаете своей родиной кого? Украиной. Украиной. Значит, будете ее защищать. Значит, пожалуйста, на медкомиссию, после проверки службы безопасности, прямо вдвоем берите, выпишите повестку сразу на медкомиссию и, пожалуйста, в те подразделения, где... Вы в армии служили? Нет. Нет. Ну, послушайте. А чего же у вас есть? Какие-то противопоказания? Болезни или что? Есть? Ну, зрение и так далее. Да, Господи. Значит, в армии есть всякая работа. Так или нет? Траншеи рыть надо иметь большое зрение или нет? Или картошку чистить? И прошу военного комиссара, на... Подходит по состоянию здоровья, призвать на службу по защите Украины. Понятный вопрос? Понятно, я говорю? Да. Спасибо. Можете забирать. Просто идите, они проявлены. Собирайте, собирайте. Вам еще где-то... Хорошо. На сегодняшний день батальон Айдар сотрудничает с губернатором Луганской области Геннадием Геннадьевичем Москалем в поиске, так сказать, пропавших без вести или куда-то пропавших людей, которых куда-то кто-то принимает. Да, есть случаи в Луганской области и похищения людей. Вот сегодня мы привезли, нашли одного человека. У него нет никаких претензий ни к батальону Айдар, ни к его руководству, ни к его бойцам. Нет никаких претензий ни к Луганской областной администрации. А где вы его нашли? Вы знаете, это, наверное, сегодня военная тайна. Почему его подозревают в сепаратизме? Ну, вы знаете, у нас на Луганщине очень много людей имели отношение к тем событиям, которые происходили и 11 мая. Это может быть причастность и к сепаратизму, и к терроризму. Ну, призывы к смене власти, призыву к разделе Украины. У нас сегодня очень много депутатов областного совета, городских советов, районных советов. Это есть видео, записи в интернете. Мы сделаем все возможное для того, чтобы не допустить у нас конфликтов, не допустить у нас тех погромов, которые есть в Киеве. Это уникальная видеозапись, сделана в конце февраля 2014 года, сразу после столкновения активистов партии «Удар» и сепаратистов возле Кубанской областной государственной администрации. На ней лидер регионалов Александр Ефремов прожигает войну и ненависть среди украинцев и присягает на верность вооруженным дубинами нетрезвым антимальдановцам. Ценность этой видеозаписи состоит в том, что в этот исторический момент вместе с Ефремовым и Кличаевым находился мэр города Александровск регионал Николай Греков, который спустя несколько месяцев нарисовался в рядах добровольческого батальона «Айдар». А недавно уже при довольно сомнительном новом командире батальона Евгении Пташники и вовсе получил звание офицера украинской армии. Боятся ходить по Киеву. Я считаю, что всеми этими людьми, фамилии которых вы все знаете, они все есть, должны заниматься органы прокуратуры, органы СБУ, органы правоохранительных.